я вас всех приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня мы поговорим на очень важную интересную тему о том что может нас окружать повседневной жизни особенно на улице я сейчас говорю о том тумане или непонятной субстанции которая иногда появляется в наших городах вдоль дорог и вообще просто летает в воздухе имея или такой бесцветный вид а бывает что белого цвета мы познакомимся с очень опасным таким газом который легко может погубить любого человека например один из них очень активно применялся во время первой мировой войны и называется он фазген по немецки но точно так же звучит и по-русски давайте же познакомимся с этим ужасным веществом почему я решил на него акцентировать внимание да потому что мы не знаем что за туман нас окружает мы не знаем что за пелена на улице бывает какие облака над нами плавают а ведь это могут быть какие-то зараженные вещества все это не шутка и вот такими химическими отравами во время первой мировой войны вплоть до 1918 года активно проводили боевые действия можно сказать что вся первая мировая война в начале 20 века была построена на химическом оружие а не на скольчатом который применяется сейчас отбоя запасов и различных взрывов в те времена в царской еще россии и в по всей европе когда были ожесточенные сражения между немцами англичанами французами кстати в первых рядах стояли не те самые немцы или французы европейской внешности а темнокожие скажем такие слуги или наемники из африканских стран чтобы понимали вся европейская элита была в тылах или на задних флангах воевали по большому счету за них другие люди которые несли очень кровопролитные потери и был придуман вот такой газ а почему я это вам рассказываю да потому что его симптомы очень схожи с теми симптомами которые сейчас происходят в мире вот с этим вирусом всех кого коснулась эта беда а лично меня она коснулась моих близких очень симптомы и признаки что происходит человеком напоминают вот этот опасный и удушающий газ фазген я прочитаю вам последствия и как чувствуют себя люди получившие глоток вот этого фазгена и по каким критериям человек начинает чувствовать себя плохо и в конце концов происходит летальный исход давайте все это внимательно изучим потому что мир очень опасный в любой момент могут нас атаковать химическим оружием и так фазген это химическое вещество с формулы c о хлор 2 при нормальных условиях бесцветный чрезвычайно токсичный и удушливый газ с запахом прелого сена или испорченного сена вы должны запомнить на всю жизнь если когда-то вы встретите или почувствуете своим носом обаянием вкус прелого сена хотя вокруг не будет ничего кроме машин дорог до ближайшей деревни будет много сотен километров то срочно убегайте и уходите из этого места вот этот вот запах прелого или испорченного сена говорит о том что наша атмосфера и воздух в котором вы находитесь просто отравлен в наше время оказывается тоже вот этот вот фазген очень сильно применяют и он является крупнотоннажным продуктом промышленного органического синтеза мировой объем производства допустим в 2015 году составлял восемь с половиной миллионов тонн то есть его качает безумными темпами и в наше время он сейчас применяется как нам рассказывает как краситель чтобы красить ткани различную одежду что тоже достаточно сильно пугает потому что мы понимаем что вся вот эта одежда ткани хлопок даже синтетика при окрашивании получает вот это химическое вещество на своей поверхности который состоит из фазгена использовался в первую мировую войну как боевое отравляющие вещество вот в чем безумие мы сейчас узнаем подробности и вы просто сравните те критерии по которым люди погибали что они чувствовали с нашими сегодняшними вирусами почти что одинаковая копия фазген очень ядовит но только при вдыхании паров первые отчетливые признаки отравления появляются после скрытого периода от 4 до 8 часов наблюдались даже периоды в 15 часов получается что первое время вы если почувствуете запах прелого сена вы даже не пойметесь что ваш организм отравлен и возможно уже безвозвратно поэтому только через 48 часов в отдельных случаях до 15 потом начинается полнейшее недомогание и отек легких пребывание в атмосфере содержащий до 0,01 миллиграмма на литр фазгена возможно максимально в течение одного часа при этом восприимчивые люди могут получить легкое отравление если доза минимальная концентрация в ноль целых 22 тысячи миллиграмма на литр что в два раза больше чем предыдущие является смертельными уже через 30 минут воздействие если вы вдохнете капельку вот этого фазгена точнее его паров то все через 30 минут на земле не останется никого в 50 процентов случаях отравления при вдыхании 0,1 миллиграмма на литр в течение 30 60 минут приводит к смерти остальные 50 процентов оставшихся в живых длительно не боеспособны и недееспособны в результате тяжелейших отравлений даже при малом времени воздействия таких концентраций могут произойти сильные отравления иногда которые заканчиваются смертью ужас просто безумное оружие а обстреливали во времена первой мировой войны всех европейцев даже нас русских людей немцы стреляли французы стреляли у каждого были разработаны свои вот эти химические вещества и был не только газ фасген но и другие и поэтому раньше все ходили в противогазах и носили маски мы этого не знаем и не понимаем мы думали какой-то там вирус что-то случилось но откуда этот вирус да мы сами его и придумали своими химическими вооружениями и отравами которыми постоянно посыпали наш воздух и атмосферу теперь я расскажу как протекает отравление физиологическое от этого газа токсический отек легких возникающий после вдыхания паров фасгена проявляется лишь после скрытого периода в несколько часов в этот период отравленный чувствует себя хорошо и как правило вполне дееспособен у восприимчивых людей в это время появляется сладкий привкус во рту иногда тошнота и рвота в большинстве случаях возникают незначительные позывы к кашлю першение и жжение в носоглотке небольшие нарушения ритма дыхания и пульса то есть вот если вы почувствовали себя где-то плохо на улице вы могли попасть какое-то отравляющие облако вот основные симптомы хотя сильно они не проявляются дело в том что я сам вышел в туман позавчера и сразу же почувствовал легкую тошноту что это был за туман точно ли он был естественный или с какими-то осадками и скажем в нем находящимися веществами трудно определить мы должны разбираться прошу вас берегитесь туманов различных облаков все это может воздействовать на каждого из нас мы должны спасаться от этих вот скажем образований сразу уходить убегать прятаться в жилые помещения но точно не находиться там есть еще один способ очень хороший это намочить тряпочку любую марлевую какую вы хотите повязку водой и желательно не просто водой а соды и это как раз будет противодействием хоть небольшим всем вот этим парам отравляющим которые могут попасть наши легкие самый простой способ если вообще ничего нету хотя бы мочите тряпочку прикладывайте к рту и вода влага она все равно защитит этот губительный эффект но лучше всего найти сода и тогда можно спастись чтобы в легкие не попало большое количество ядовитых паров вот такой вид мы с вами пришли вот сюда прямо на речку про топали и так как дальше ведет себя этот удушающий газ который называется фазген прогрессирующий отек к легких ведет к сильному удушью давление в грудной клетке ритм дыхание увеличивается 18 20 ударов в минуту а потом до 30 50 и в кризисе 60 70 ударов в минуту дыхание судорожное содержащая белок отечная пенистая вязкая жидкость выбрызгивается из альвеол который находится в легких и бронхиол в более широкие дыхательные пути и все это ведет к затруднению и невозможности дыхания отравленный отхаркивается большим количеством этой жидкости часто смешанной с кровью при токсичном отеке легких примерно до половины общего количества крови организма переходит в легкие которые в результате этого опухают и увеличиваются в массе в то время как нормальная легкого человека весит 500 600 грамм можно наблюдать у заразившихся вот этим газом их легкие увеличиваются до двух с половиной килограмм потому что там собирается огромное количество крови и жидкости затем кровяное давление резко падает отравленные прибывает сильнейшим возбуждение дышит шумом хватает ртом воздух затем наступает смерть безумная картина друзья вы должны понимать если какие-то запахи воздухе что-то вам не нравится просто бегите из этих мест потому что раньше сто лет назад всего лишь сто лет назад с этим очень активно игрались и это было распространено во всех или почти во всех боеголовках снарядах был внутри закачан различный газ в том числе и фасген есть газа который разрушает наружную часть кожи делают ожоги но самый страшный для меня именно вот этот вот газ который немножко похож на запах прелого сена при очень высоких концентрациях отек легких не развивается то есть даже до такого эффекта не доходит и отравленный делает просто глубокие вдохи падает на землю корчится и бьется в судорогах кожа на лице становится от фиолетово-синий до темно-синий и очень быстро наступает смерть вы представляете то есть все эти факторы описано вот здесь в википедии говорят о том что это было проверено на людях и неоднократно сколько же людей живых погибло от всех этих газов и ужасных химических веществ даже растения которые окажутся в облаке этого ядовитого газа сразу же теряют цвет листиков зеленый на желтый чахнут и увядает все он разрушает просто безумный газ который может погубить все живое поэтому и можно представить себе такую ситуацию как потом и во времена второй мировой войны применялись эти снаряды были заготовительные цеха но как говорят что только во время второй мировой войны именно их накапливали а такого применения на людях не было досконально мы этого не знаем все факты которые предоставлены по этим газом и в том числе самому главному фазгену как раз были сто лет назад примерно до 1918 года и это очень маленькое время на самом деле мы должны тоже понимать люди тогда воевали действительно в противогазах но именно те кто обычно нападал и пользовался вот этими снарядами а это все придумали первоначально немцы наши же солдаты бывали попадали в эти ловушки находясь каких-то крепостях укреплениях или например в окопах если где-то проходила это облако или попадала то все тем людям кто попал в радиус его действия выжить было невозможно и для этого не требовалось стрелять в людей как-то калечить просто напросто наша атмосфера самое главное что у нас есть мы должны понимать это это что нас сейчас заставили одевать тоже все эти маски все-таки это неспроста они конечно же сильно нас ни от чего не защищают но в данной ситуации как я понимаю нас учат или дрессируют чтобы мы были готовы к таким скажем опасным ситуациям когда будет возможно какое-то химическое атмосферное воздействие люди могли спастись и укрыться как я понимаю что конечно каждый человек кто заболел или больной тому желательно носить маску хотя сильно она не поможет но для того чтобы микробы на максимально большое расстояние не распространялись нужно ее одевать здоровым людям не рекомендуется это только по моему мнению поэтому чуть раньше мы можем сказать одно когда видим фотографии нам рассказывают что и сто лет назад люди носили маски были какие-то болезни очень много например была испанка все это случилось не просто так и вообще любая эпидемия на земле или в любом месте в любые времена даже чума образовывается не на пустом месте значит кто-то просто-напросто загрязняет атмосферу воздух какими-то химическими и бактериальным веществами и только в связи с этим люди несут массовые потери но все это делают те же самые люди чтобы погубить других людей природа не пускает и не делает какие-то специальные газы чтобы истребить нас земли мы должны ее просто любить быть с ней наедине не разрушать и не портить ее даже беречь конечно деревья реки озера все что нас окружает если действительно случается ситуация когда вокруг мы чувствуем страны непонятный запах который приходит из ниоткуда он может быть и бесцветным но мы должны пытаться его ощутить своим обонянием нам всем нужно держаться просто подальше предупредить всех своих знакомых друзей кого бы вы не встречали на улице чтобы люди просто уходили подальше из этого опасного облака или места где пахнет вот этими вредными веществами это могут сделать даже некоторые так назовем какие-то террористы или те кто хочет повредить нашему миру тут мы разговариваем о самом факте случившегося что если вы когда-либо почувствуете различные запахи воздухе пожалуйста уходите подальше от этих мест бросайте все одеваете любые тряпочки марлевые и хотя бы смачиваете их водой а лучше с содой с водой это максимальная безопасность подручная которую вы можете применить чтобы в легкие не вошла вся эта гадость поэтому и после вот этой первой мировой войны после 1918 года очень много людей по всему миру ходили в масках и это было не потому что ни с того ни сего на земле появилась какая-то чума или болезнь та же самая испанка нет просто весь воздух вся земля была заражена теми же солдатами воинами которые и стреляли все эти выстрелы сами мы портим свою землю а потом мучаемся и страдаем но это лишь наша вина точнее не простых людей а всех тех кто затеивает все эти войны и страдания на этом я говорю вам до свидания друзья размышляйте думайте мир очень интересен и хочется чтобы он был чистым и добрым я говорю вам до новых встреч пишите свои комментарии мы скоро увидимся поехали пока и бум а